Скромно и настороженно высовывает нос из домика герой дня. Такого внимания к своей персоне сурок Иван не ожидал. Семь телекамер, информационные агентства, журналисты из газет ждут, какую весну предскажет зверек. Первые сурки-метеорологи завелись в Америке больше сотни лет назад. Там считают, если день солнечный и животное, испугавшись своей тени, спрячется в нору, зима продлится еще шесть недель. Но отечественные сурки неиспугливых и завели свою традицию. У нас приход весны зависит от даты, когда грызун выйдет из спячки. В этом году Ева и Иван, семейная пара из Самарского зоопарка, проснулась 1 февраля. Первый проснулся самец, он вышел, осмотрелся, ему принесли покушать, он поел немножко моркови и зерна. Ваня и Ева мохнатыми метеорологами работают уже пятый год и ни разу не ошибались. В прошлом году свой международный день вообще проспали. И весь март было холодно. В этом году весну пообещали стандартную. В ответ на попытки повлиять на прогноз, Ваня демонстративно показал журналистам хвост. Раннего тепла не ждите. На Руси 2 февраля тоже строили прогнозы на грядущую весну, но по поведению других животных. Как гласит примета, если кошка скребет пол, а курицы виляют хвостами, значит весна будет поздняя. Вальяжный ягуар-кекс. Вольер когтями не портит, а значит весна не за горами. Марина Кравцова, Григорий Плешаков, События.